Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, это проект Joomla Sensei, 22 урок. Итак, в этом уроке я хочу вам показать, как же все-таки переносить сайт с локального сервера на хостинг. В данном уроке я покажу пока, как перенести на бесплатный хостинг и бесплатный домен. У меня уже был об этом урок, поэтому это видео сейчас вы ставите на паузу и смотрите урок о том, как зарегистрироваться на хостинге Hostinger, как зарегистрировать бесплатный домен там же, что такое бесплатный хостинг и бесплатный домен, что можно, что нельзя. Все это я уже рассказал в другом уроке, сейчас ссылочка на экране перед вами. Ставьте это видео на паузу. Я буду считать, что вы посмотрели уже урок, зарегистрировались на хостинге и двигаемся дальше. Нам сейчас нужно зайти на диск C, веб-сервер, home, наш сайт, www. Вот это все выделяем, это весь наш сайт, все файлы, все папки, будьте внимательны, обязательно выделите все правой кнопкой мыши и добавить в архив. Сейчас мы это запакуем. Выбираем zip, ставим галочку протестировать файлы после упаковки. Метод сжатия хороший и нажимаем ОК и ждем процесса архивации. Пока у нас происходит архивация нашего сайта, переходим по адресу localhost.tools.phpmyadmin. Мы с вами уже сюда заходили, когда создавали базу данных для нашего сайта. Вспоминаем, как вы называли свою базу данных. Я называл ее Joomla и я кликаю по названию базы данных. Сейчас нам нужно сделать экспорт базы данных на компьютер. Нажимаем вот здесь кнопка экспорт. Выбираем обычный, отображать все возможные настройки. Прокручиваем ниже и нажимаем ОК. У нас всплывает окно. Мы выбираем на компьютере, куда нам нужно сохранить нашу SQL базу. Выбрали папку, нажали сохранить. У нас должно получиться так, да? Вот архив наш, весь сайт и база данных к нему. Наш архив сайта весит всего 11 мегабайт. Итак, я перешел на хостинг в свой аккаунт и буду размещать также на тестовый домен сайт на Joomla. Я надеюсь, вы посмотрели тот урок, который я вам рекомендовал. И здесь сейчас мы сделаем кое-какие операции. Итак, мы прокручиваем ниже. То есть, соответственно, я зашел в хостинг, зашел в свой домен. И у нас вот такие имеются кнопки, да? Дальше доходим до вкладки веб-сайт и нажимаем импортировать сайт. И сюда с компьютера перетаскиваем наш zip-архив с сайтом. Просто вот так мышкой можно перетянуть вот в эту область и отпустить мышь. У нас идет автоматическая распаковка архива на хостинг. И нужно дождаться вот такого вот сообщения. Прокручиваем до вкладки база данных. Кликаем по кнопке база данных. И нам нужно создать нашу базу. Имя базы данных я ставлю просто такую, какую хочу. Только не используйте русские буквы. Имя пользователя создаю такое же. И какой-нибудь пароль. И нажимаю создать. Итак, база данных у нас также создана. Кликаем вот здесь вот по плюсику напротив. Название базы данных. И потом кликаем последняя самая кнопка PHP My Admin. Переходим сюда. Сейчас я хочу загрузить базу данных на хостинг. После чего мы ее подключим к нашему сайту. Открывается страница и мы выбираем импорт. В следующей странице мы нажимаем на кнопку выбрать файл. Ищем на компьютере папку, где у вас лежит ваша база. Кликаем по ней и нажимаем открыть. И потом мы нажимаем ОК. И ждем процесса установки базы данных к нам на хостинг. Если все прошло хорошо, у вас должно всплыть вот такое сообщение. Импорт успешно завершен. Дальше мы переходим обратно на хостинг. И теперь, чтобы наш сайт заработал, нам нужно сконфигурировать нашу базу данных. Новую базу данных с нашим сайтом. Прописать вот эти данные. Имя пользователя, сервер, базу данных. Для внесения изменений в базу данных. Точнее внести новую базу данных в настройки нашего сайта. Вам понадобится такая программа. Я ей пользуюсь. Вам она тоже пригодится. Файл Зила. Если у вас еще ее нет, она бесплатна. Скачайте ее в интернете. В гугле, например, напишите файл Зила. Откроется официальный сайт. Скачайте на компьютер, установите. Итак, будем считать, что у вас эта программа есть. Вы ее открыли. Первое, что надо сделать, это подключиться к нашему хосту. На хостинге нажимаем FTP доступ на кнопочку. И вот так вот копируем целиком. У вас здесь свое название. Видите, FTP сервер. Вставляем вот в это поле. Дальше. FTP пользователь. Копируем. Вставляем вот сюда. Если вы не понимаете, какой пароль здесь и какой вставить там, нажимаете на синюю кнопку сменить пароль. И быстренько меняйте пароль на свой. И сохраняем. И прописываем здесь пароль. Нажимаем быстрое соединение. Все. Если вы все сделали правильно, вот здесь появится у вас в правом окошке папки вашего сайта. Ищем файл конфигурации NPHP. Сейчас в нем мы проведем все операции. Мы подключим базу данных. Мы кликаем правой кнопкой мыши. И в самом низу вам тут в экран не умещается права доступа к файлу. Выбираем. И вот здесь вот надо поставить три семерки. Чтобы мы могли внести изменения в данный файл. Конфигурацию NPHP. Внесли. Теперь правой кнопкой мыши. Просмотр. Правка. Открываем. Находим вот такую строку. И аккуратненько удаляем. Не задевая ничего лишнего. Удаляем слово localhost. Идем на наш сайт. Кликаем по домену. И нам нужно попасть в базу данных MySQL. Копируем имя сервера. Прямо отсюда. И вставляем его здесь. Дальше. User. Меняем юзера. У нас имя юзера вот такое. У вас свое. И база данных MySQL и юзер у меня одинаково называются. Поэтому я меняю юзер. И меняю вот здесь вот BD. У вас также здесь написано. Аккуратненько удаляем. Не удалите ни одной кавычки. Иначе работать не будет. Так, вставляем. И выше вот здесь паспорт, пароль. Когда вы здесь создавали базу данных, вы создавали пароль. Этот пароль нужно записать. Мы сейчас производим подключение базу данных к нашему сайту. Здесь все. Нажимаем закрыть и сохранить. Нажимаем да. Давайте проверим. Давайте проверим. Еще раз конфигурационный файл откроем. И смотрим. Юзер, видите, поменялось. Пароль. Все стоит. Также помните, мы проходили ЧПУ. Вот этот файл. H-Texas. Здесь мы его изменим. Два раза кликаем. Удаляем здесь текст и точку. Удаляем обязательно. И в начале ставим клавиатуру на английскую раскладку. И ставим точку здесь. И Enter. После внесения изменения наш файл будет выглядеть вот так. Видите? Точка H-Texas. Так, это еще не все. Давайте попробуем наш сайт теперь открыть уже в интернете. У вас должен быть свой адрес. У меня свой. Я обновляю страницу. У меня все получилось. Вы видите. Сейчас вот адрес мой вот этот. Вот открылся сайт. То есть я правильно все подключил. Так, но это еще не все. Теперь нам нужно пройти в админку. Вы к своему новому адресу ставите слэш и пишите администратор. Пароль у меня 123. И я захожу в админку. Дальше идем сразу в систему общей настройки. И у меня вот эти параметры включить с F в чипу. Ставите да. Перенаправление уже стоит. И вот эти все три кнопки ставим да. Если они у вас не стояли, сохраняемся. И теперь смотрим, какие красивые у нас урлы. Заходим, например, в статью. Вы видите, никаких индекс PHP нет. И в конце подставляется точка HTML. Так, мы почти с вами все сделали. Переходим вот сюда. Система информации о системе. Право доступа на каталоге. И прокручиваем в самый низ. И у вас будет здесь вот так вот недоступно. Потому что нам нужно прописать правильный путь к каталогу файлов. И к каталогу файлов лого. Это нужно посмотреть у хостера. Переходим в панель. И вот эту колонку слева прокручиваем. И находим корневая папка. И копируем аккуратненько вот это вот цифры, какие у вас тут есть все вместе с Home панель. Идем в общие настройки. Система. Удаляем здесь все. Кроме... Вот смотрите. Кроме logs. Вот так. Вставляем. После слэша до logs. Нам нужно еще поставить public.html. Вставьте там курсор. И прописывайте вот так вот. Public.html. Потом касается черта и logs. После logs ничего не ставим. Сохраняем. Переходим в сервер. Удаляем все, кроме tmp. Вставляем. И также прописываем вот такой путь. Касая черта после вот этих цифр. Public.html. Касая черта и tmp. Это очень важно. Иначе потом у вас начнутся проблемы, если вы правильно не пропишите здесь пути. Сохранить, закрыть. И проверяем. Система. Информация о системе. Права доступа на каталоге. И вы видите, что у меня теперь здесь горит зелененько. Доступно. У вас должно быть то же самое. И вот здесь показан путь. Как он выглядит. То есть, если вы используете тот же хостинг, то у вас проблем не будет. У вас будут только другие цифры. А остальное у вас все будет то же самое. Все. В принципе, наш сайт готов к работе. Он у нас уже в интернете. Он у нас уже виден всем, по сути. Но не забывайте, что все равно вы здесь пока тренируетесь. Учитесь создавать сайты. Потом, позже, я покажу вам в следующих уроках, как зарегистрировать красивый домен. Как привязать его к хостингу и так далее. И в будущем вас ждут очень-очень много полезных уроков на эту тему. Мы научимся с вами прикручивать к нашему сайту и систему комментариев. И много чего еще интересного. На этом я с вами прощаюсь. И увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла. Или вы уже матерый вебмастер. Вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Я гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. Каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев.